В эфире информационно-правовая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. В Добруши эвакуировали 253 школьника из-за задымления в классе. 9 жителей Гомельской области пострадали в результате ДТП в России. Без прав и нетрезвая за рулем второй раз за год. Теперь без авто и с уголовным сроком. Искали самогонный аппарат, а нашли боеприпасы. В Гомеле обнаружено 70 патронов к стрелковому оружию. В Добруши из-за задымления в классе эвакуировали 253 школьника. 22 ноября около полудня секретарь средней школы номер 5, проходя по коридору, заметила дым в кабинете немецкого языка. К счастью, учащихся в это время в кабинете не было. Тем временем персонал учебного заведения эвакуировал 253 школьника. Обошлось без пострадавших. Для тушения возгорания линолеума использовали огнетушитель. Огнем поврежден один квадратный метр напольного покрытия. Предполагается, что чрезвычайное происшествие вызвано детской шалостью. Причина инцидента устанавливается. Девять жителей Гомельской области пострадали в результате ДТП с участием в маршрутке Москва-Гомель. Авария произошла в ночь на 21 ноября на трассе М3 Украина на территории Калужской области. Такая информация размещена на информационном портале Калуги. По предварительным данным, микроавтобус «Мерседес» ехал по маршруту Москва-Гомель. На перекрестке остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на высокой скорости влетела фура «Вольво», которая двигалась в сторону Калуги. От удара маршрутку выбросила на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем «Хюндай» и опрокинулась на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 10 человек. Девять из них – жители Гомельской области. Сам водитель фуры от госпитализации отказался. Также двое пассажиров, один из автомобилей «Хюндай», а второй из микроавтобуса были госпитализированы. Все остальные после оказальной медицинской помощи были отпущены домой. По предварительной версии в аварии виновен водитель фуры. Сотрудники Калужской ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Гомельским городским отделом Следственного комитета закончено расследование уголовного отдела в отношении бесправницы, которая второй раз в течение года была задержана нетрезвой за рулем. В марте этого года 35-летняя женщина, выезжая из дворовой территории дома 33 по улице Кирова, совершила ДТП и с места происшествия скрылась. Проведенные оперативно-следственные мероприятия дали свой результат, и вскоре виновница была задержана. Она созналась, что в момент дорожно-транспортного происшествия находилась в нетрезвом состоянии, за что впоследствии была привлечена к административной ответственности и лишена права управления механическими транспортными средствами. Однако в октябре ее «Фиат Темпро» в Гомеле на перекрестке улицы Ефремова и проспекта Космонавтов снова попал в поле зрения сотрудников ГАИ и был остановлен. За рулем находилась все та же владелица авто. И сотрудники ГАИ ее попросили выйти из автомобиля и доставили на освидетельствование. От освидетельствования последняя отказалась и пояснила, что выпила спиртное в микрорайоне Сельмаш на озере, после чего решила перегнать автомобиль домой. С места она не скрывалась. После этого на нее были составлены административные протоколы, и Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 317 прим, часть 1. Максимальный срок наказания предусматривает два года лишения свободы. Кроме этого, закон предусматривает конфискацию транспортного средства в доход государства. С начала этого года за управление в нетрезвом виде только в Гомельской области задержано 3536 водителей. Областной центр в лидерах по количеству таких правонарушений. 792 водителя привлечены к административной ответственности за пьяную езду. В последнее время имеют место случаи ДТП с участием автотранспорта специального назначения при использовании водителями этих машин звуковых и световых сигналов. С этой целью госавтоинспекция проводит акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». Нарушения правил проезда транспорта экстренных служб выявлены в ходе специального рейда ГАИ. Водителей накажут за игнорирование сирен и мигалок пожарной машины. Экипаж ГАИ сопровождал машину аварийно-спасательной части. При этом были включены проблесковые маячки, работала звуковая сигнализация. Но даже это не произвело впечатления на некоторых водителей. Хотелось бы напомнить, что в соответствии с частью 9 статьи 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления или без лишения. Также в эти дни на дорогах Беларуси проводится декада гостехосмотр. В ее рамках представители госавтоинспекции, транспортной инспекции и белтехосмотра усиливают контроль за своевременным прохождением гостехосмотра, а также привлекают внимание автовладельцев к вопросам поддержания транспортных средств в исправном состоянии. В первую очередь специалисты обращают внимание на автомобили, которые эксплуатируются без разрешительной наклейки на ветровом стекле. Также проверяются транспортные средства, имеющие явные несоответствия по внешнему виду. В случае выявления нарушений водителям грозит, если первый раз за техосмотр до 3 базовых величин, если повторно за техосмотр, то до 5 базовых величин. Лучшую автошколу Гомеля определяли в областной госавтоинспекции. Такой конкурс организован в областном центре впервые. Главная цель – определить лучших мастеров по подготовке водителей категории «Б», параллельно с этим очередной раз оценить уровень знаний и навыков как мастеров, так и будущих водителей. Конкурс на лучшую автошколу проходит в Гомеле впервые. Участие в нем приняли команды всех автоучебных организаций города Гомеля. Победители определялись в трех номинациях – лучший мастер производственного обучения, лучший курсант автошколы и лучшая автошкола. Все испытания такие же, как и при обычной сдаче экзаменов на права. Сначала устные ответы, где позволяется одна ошибка, потом автодром и управление на улице города. Только одно условие чуть усложняло соревнование. Надо было не только правильно отвечать на вопросы, но еще и делать это быстро. Первый этап теоретических испытаний прошли далеко не все курсанты. Завалились даже некоторые мастера. Что касается практической части, то здесь главное – внимание. Следить за состоянием движения на дороге, не пропускать дорожные знаки, правильно исполнять команды, экзаменатора и не волноваться. Сначала с учеником знакомишься, смотришь по человеку. Если он слушает внимательно мастера, то, конечно, и будет успешная задача экзамена. По итогам соревнований лучшим мастером признан Илья Бураков. Лучшей курсанткой автошколы стала Татьяна Жукова. А лучшей школой – организационная структура ДОСААФ Центрального района Гомеля. В целом, хочу сказать, что все автошколы находятся в одинаковой позиции. Цифра колеблется от 40 до 60%. Успешной сдачи с первого раза. В будущем Госавтоинспекция планирует проводить такие конкурсы и в масштабах всей области. Искали самогонный аппарат, а нашли боеприпасы. В Гомеле при обследовании частного дома на предмет незаконного самогоноварения участковые обнаружили 70 патронов к стрелковому оружию. В рамках проводимых мероприятий по пресечению незаконной выработки и продажи спиртосодержащей жидкости в органы внутренних дел поступила информация о наличии в одном из частных домовладений железнодорожного района Гомеля самогонного аппарата и производства самогона в домашних условиях. В ходе проверки сведений при осмотре домовладения на балконе милиционеры наткнулись на сверток, в котором находились 70 патронов различного калибра. Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. В сентябре месяце этого года на исследование поступили 70 патронов. По результатам проведенной экспертизы, все 70 патронов признаны боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, пригодными для производства выстрелов. Данные патроны произведены в период времени с конца 60-х по 84-й год и предназначены для стрельбы из винтовок Мосина, пистолетов Макарова и автомата Калашникова. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проведен допрос. Обвиняемый пояснил, что данные патроны он нашел в лесу, который в последующем хранил у себя по месту жительства. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый ранее служил в силовых ведомствах Республики Беларусь. Из 2006 года находится на пенсии. Указать в лесу точное местонахождение боеприпасов обвиняемый не смог, ссылаясь на забывчивость и достаточно длительный срок с момента находки – начала 90-х. Добровольно сдать якобы найденные боеприпасы, как того требует закон, чтобы избежать уголовной ответственности, он также не удосужился. Дело направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье – до 7 лет лишения свободы. В Гомеле прошел 11-й открытый чемпионат БФСО «Динамо» по служебному многоборью кинологов с разыскными собаками специального назначения. Соревнования проходили в двух категориях – по поиску наркотических средств и взрывчатых веществ. Участие в чемпионате принимали шесть команд, которые представляли Государственный пограничный и таможенный комитеты Беларуси, Министерство внутренних дел и Министерство обороны. В состав каждой команды входило четыре человека. Все – практикующие оперативные работники. Их подопечные каждый день выявляют наркотики и взрывчатые вещества. Именно по этой причине участники соревнований на камеру не называют своих фамилий. Но кое-какими секретами с нашей программой поделились. Должен быть тандем и понимание. Собака также должна чувствовать хозяина. Тихо, не шуми. Чувствовать хозяина. Хозяин не должен ей мешать делать свою работу. Для этого, конечно, необходимо проводить регулярные тренировки. Регулярные тренировки. Ну, все это достигается упорным трудом и терпением, большим терпением. Потому что без ошибок, к сожалению, не обходится. Но важно заметить эту ошибку и правильно исправить. Собака, если к машине подходит, она сразу знает даже, кто там сидел. Не то, что там что лежит. А вот человек, задача его – именно научить этой собаке говорить. То есть сказать человеку, что здесь везли наркотики или есть наркотики. И эта собака говорит, если человек ее научил. То есть она со своих органов чувств переводит на его. И мастерство кинолога – это вот именно научить собаку искать то, что нужно нам, людям. По итогам трех соревновательных дней победу в номинации «Поиск взрывчатых веществ» праздновала команда подразделения «Алмаз». А в номинации «Поиск наркотических средств» лучшими были представители внутренних войск Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова